Добрый день! Вы смотрите телеканал Самара ГИС на часах в 13.05 и пришло время универсального формата. С вами Юлия Чернеева. Наш телефон, телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня будут интересные гости. Тема для беседы тоже весьма, мне кажется, злободневная и актуальная. Ну, мы сегодня поддерживаем в здоровом теле здоровый дух и посредством питания, и посредством вообще духовных отношений к жизни. Ну и, конечно, для вас розыгрыши. Сегодня вновь и два билета. В первой части нашей программы будем разыгрывать билет на Вячеслава Ольховского. Это состоится уже мероприятие 3 октября в АДО. Ну, а позже разыграем и среди вас всех, и в интернете, в нашей группе ВКонтакте, билет на концерт Катерины Голицыной и Валерия Кураса. Это уже 7 октября, АДО. От вас жду по телефону рецепты, нетрадиционные какие-то рецепты, народные, бабушкины, мамины, может быть, лично ваши. Как справиться с простудой, потому что сейчас потихонечку она подбирается практически к каждому. Как вообще вот в такой сезон держать себя в форме и не заболеть. Расскажите, поделитесь и получите приз. Ну что, с большим удовольствием представляю наших гостей. Сегодня с нами массажист, ароматерапевт Артемий Кутебов. Здравствуйте. Добрый день. И практический медицинский психолог, ароматерапевт Виктор Исаев. Добрый день. Здравствуйте. Говорим мы сегодня про аюрведу. Кто возьмет на себя, так сказать, слово первое, рассказать вообще, что такое аюрведа? Понятно, что 38 минут может не хватить, но если коротко, по пунктам. Артемий. Ну, если вкратце, то аюрведа – это наука о жизни, наука о здоровом образе жизни. Вот. И в это понятие включается очень много всего, много еще понятий. Ну вот я нашла, что аюрведа вообще как бы не только медицинская, но и философская система буквально переводится как наука жизни и практикуется чуть ли уже не 7-8 тысяч лет. Это действительно так? Ну, я не обладаю истиной в первой инстанции, но источники указывают на то, что веды действительно древнейшие писания на Земле, соответственно, все знания, которые там собраны, не собирались ни один десяток лет, соответственно, эти знания претендуют на самые старейшие в мире и сохранившихся. Ну, ваш образ жизни как-то категорично отличается от образа жизни других людей? Прямо так, чтобы категорично, наверное, нет, потому что я бы тогда в этом социуме не смог бы жить. Все-таки мы подстраиваемся под тот социум, под тех людей, рядом с которыми мы живем. Но какие-то коррективы, какие-то поправки, все-таки свой образ жизни я вношу, и они, конечно, отличаются. Что это? Ну, то, что сейчас называют здоровое питание. Хотя это обычное питание, просто мы иногда не задумываемся, иногда там перекусываем на бегу, на лету, времени мало. Ну, да, поддерживаю. Обычно что-то есть в холодильнике, там, вховать и по делам. Да, да. А на работе так вообще можно не есть иногда. Ну, вот, а желудок, он работает так, как он работает. Поэтому весь организм, он требует к себе более такого основательного подхода, да, пристального внимания. То есть вы ведете здоровый образ жизни, хорошо питаетесь, правильно питаетесь? Да, это один из аспектов. Хорошо, ладно, на этом мы еще остановимся. Виктор, вы тоже из тех таких же, вот, как и Артемий, кто пропагандирует и продвигает здоровый образ жизни, правильное питание, и аюрведу в том числе? Наверное, да. Как вы к этому пришли? Какая-то есть история за этим? Сколько лет занимаетесь? Около двадцати лет назад я перестал есть мясо, скорректировал диету по аюрведическим принципам и очень этим доволен. Специально я ничего не проповедую, не пропагандирую, потому что сейчас достаточно открытой информации в открытых источниках. Польза здорового образа жизни очевидна для всех. Поэтому не занимаюсь рекламой здорового образа жизни, но в практике своей, психологической практике, так или иначе, приходится обращаться к этим вопросам уже в работе индивидуальной. Ну это какие могут случаи быть, например? Когда работаешь с заявками на решение психосоматических проблем, то есть человек болеет телесно, но понимает, что корни лежат в душе, в душевных проблемах. Зачастую питание, изменение образа питания, изменение исключений или добавления каких-либо продуктов, очень помогает укрепить те или иные качества, нужные для здоровья. Ну вот нашла некую такую вещь, что можно для начала определить тип своего тела. Что это такое и как вообще он трактуется? Можете рассказать? Речь идет, наверное, о телесной конституции, аюрведической. В идеале она определяется при рождении врачом, который квалифицирован также в астрологии. Это обязательное требование для аюрведических врачей. Ну а если так получилось, что при рождении не вышло определение? Да, получилось. Для этого существует уже, для приблизительного определения конституции, существуют опросники, тесты, они очень доступны. Практически в каждой аюрведической книге они есть. И определяют состояние стихий, первоэлементов в нашем организме на текущий момент. Это действительно соответствует правде жизни? Вы уже тоже тесты проходили? Да, это уже... Как гороскоп свой личный какой-то, знак зодиака, я не знаю, что-то такое. Можно сравнить? Но не вот, что это то же самое, но в принципе человек с этим живет всю жизнь, и конституция не меняется или меняется? Конституция не меняется. Меняется соотношение, может меняться соотношение пропорции этих пяти первоэлементов. Кефир, воздух, огонь, земля, вода. То есть в каждом человеке всего по чуть-чуть собрано? Да. У кого-то огня побольше, у кого-то воды побольше. Вот. И эти конституциональные типы так или иначе присутствуют во всех древних медицинских школах. И у Гиппократа, в Алицентре. По-моему, да, тоже какие-то такие направления. Именно лечение по конституции человека. Да, да. То есть все это идет еще ого-го, да? Первые такие вот источники. Ну, вопрос такой, действительно, и потом вот этот тест, если мы пройдем, так называемую ДОШу, да, свою определим, там их несколько направлений, можно действительно как-то изменить, какие-то проблемы вылечить или что-то еще? Да, за счет элементарной коррекции питания можно очень серьезно подправить здоровье, не прибегая к лекарствам, руководствуясь тем же принципом, который Гиппократ озвучил. Пусть вашего лекарства станет пища, а пища лекарством. То есть важнейшим все-таки определяющим моментом именно является диета питания, так скажем, да? Это очень важный фактор, потому что он постоянно воздействует по несколько раз в день на человека в течение всей жизни. Поэтому питание большое. Люди, которые мало внимания уделяют еде, что они неправильно поступают? Мало внимания подбору продуктов, качеству, оценке качества. Но есть люди, которые гордятся, что едят все подряд. И не толстеют, например. Я им очень завидую, потому что у них прекрасное здоровье, прекрасная конституциональная закладка прочности организма. Они действительно могут переваривать практически все. Но в то же время предвестники проблем у таких людей, которые этим гордятся, я замечаю со стороны. И знаю, что через какое-то время они так или иначе превратятся, эти предвестники болезни, уже в саму болезнь. Друзья, звоните 202-11-22, задавайте свои вопросы. Может быть, есть какая-то проблема, может быть, есть какой-то момент, который хочется выяснить, узнать. Ну и, конечно, мы сегодня вновь приглашаем вас принять участие в нашем интерактиве. Расскажите о своем, нетрадиционном, может быть, каком-то народном, древнем, уже в поколение перешедшем именно к вам, о рецепте какого-то такого интересного, как бороться с простудой, с болезнью именно в такой период межсезонья. 202-11-22. Или ВКонтакте, ищите нас, пишите туда, если рецепт большой, может быть, кому-то он пригодится. Ну, а я по-прежнему обращаюсь к нашим гостям. Вот смотрите, считается, что одним из важнейших свойств пищи, в том числе в аюрведе, являются ее вкусовые качества. Шесть вкусовых качеств. Сладкое, кислое, соленое, острое, горькое и вяжущее. А также их многообразные сочетания. Действительно ли вот этому вы уделяете внимание? Ну-ка, Артемий, расскажите, что любим? Сладенькое, солененькое? Конечно, безусловно. Дело в том, что вкусовые качества еды, они очень хорошо связаны вот с этими как раз первоэлементами, которые Виктор заглавил. Вот. И соответствующее их потребление, этих продуктов, будь они сладкие, горькие, соленые, мы, соответственно, можем выровнять один из первых элементов, который, например, нам недостает, или который у нас в избытке, соответственно, мы его будем потреблять меньше. Ну, какие-то люди говорят, больше любят соленое, чем сладкое, или наоборот, это тоже как бы важно? Ну, это, скорее всего, потребность организма, просто нужно к нему прислушаться. Да, понятно, что во всем должна быть мера, но организм, он очень интересно устроен, он очень умный, если так вот выражаться простым языком. Не можно, мне кажется, да. Поэтому он себе зла не делает, просто к нему нужно прислушаться. Если там чего-то захотелось, соответственно, тех веществ, возможно, не хватает в организме. Ну, безусловно, без фанатизма. Понятно. Ну, вот смотрите, сладкие. Сладкие продукты кормят, охлаждают, увлажняют, смазывают, увеличивают вес. То есть кислые продукты, тёплые, смазывают, увеличивают вес. Солёные тоже как бы увеличивают вес и стимулируют, смягчают. Горькие продукты, прохладные, сухие, очистительные, уменьшают вес. Острые продукты, тоже тёплые, сухие, стимулируют, уменьшают вес. Вяжущие продукты, прохладные, сухие, уменьшают неподвижность. Вот разъясните мне вообще, как управлять этими понятиями? Что значит вяжущие продукты, что значит там горькие продукты? Это как вообще? Вкус продуктов есть собственный. Его можно усиливать или корректировать с помощью специй. Это концентрированные носители вкуса, запаха и энергии. И в зависимости от времени, места и обстоятельств, например, сейчас место, страна с континентальным северным климатом, время, время наступает уже, зима скоро, холодная сырая погода в организме и вокруг него, много холода, много сырости. Это энергия малоподвижная, склонная к застою, к образованию слизи. Вот это вот одна из тех ДОЖ, которые с помощью тестирования определяются. И для коррекции, для выравнивания, для гармонизации состояния организма есть больше горячего, меньше сладкого. Причем с данными современной медицины это хорошо согласуется. Ну, а как же многие греются? Чаечек, конфеточка, шоколадочка, плюшечка какая-нибудь? Чаечек должен быть горячим, а если уж едите сладости, то в аюрведе, кстати, вот белый сахар считается продуктом ядом. Да ладно. Да. И к продуктам ядом есть список противоядий. А, то есть компенсировать можно? Да, это можно компенсировать. Сладкое, вы сказали, действительно, оно охлаждает, оно остужает организм. Поэтому нужно что-то согревающее. И хорошим противоядием, и лекарством, и корректирующей специи для нынешней погоды является имбирь. Особенно свежий. Имбирный чай, черный перец, красный не всем подходит. Мускатный орех, корица. Мускатный орех, корица, гвоздика, конечно. И все. Такие все пряные, теплые. Специи, острые, жгучие, согревающие. Ну, если чай, то с перцем, друзья мои. Есть и такой, как бы даже шоколад, который можно, наверное, как-то сочетать с этим. Ну что, мы сегодня говорим об аюрведе. Обязательно поговорим и о массаже, и о ароматерапии. Потому что все это должно быть в комплексе. Ну, а по-прежнему жду я ваших нетрадиционных рецептов. Давайте сейчас узнаем, что по этому поводу думают наши горожане. А затем непременно вернемся в студию. И я ваши рецепты почитаю. До встречи. До встречи. Не простым народным средством, который там, с детства, там, знают, там, медом, бане, там, вот это, да, нет. Остальные, видишь, шарлатаны. Я отрицательно к этой медицине отношусь. Почему? Потому что, знаете, это вот необразованная медицина губит людей, губит. Ущерб все людям приносит. Есть врачи, которые учатся на это, которые должны знать свою работу. И которые получают за это деньги, а они традиционные, ну, это так, ну, гад, лечение какое-то получается. Каким-то можно доверять, а каким-то нет. Ну, вот, знахарки травами лечат. И кто не берет денег, это естественно. На кто берет деньги, это просто уж алчные люди, наверное, на этом хотят заработать. Не доверяю. Не знаю, сейчас это как-то уже современные технологии более помогают, чем, я думаю, какие-то древние. Народным средствам, ну, какие-то может быть, но нетрадиционная медицина, это как-то нет доверия. Бывают, как бы, чудотворные исцеления, да, я верю в это, но не такой степени уж прям, чтобы ярая такая я была прям верить. Нет, не сторонница. Поэтому я уже давно йогой, я не православный, я буддист, как и все это положено в Индии, все это. Я не надеюсь на медицину, это страхи я просто. Потому что медицинским самому чуть-чуть поэтому не доверяю. Наверное, только в проверенном, если я видела на своем примере, что что-то помогло, а так нет. Продолжение следует... Смотрите, сегодня самый-самый такой нетрадиционный рецепт, интересный, может быть, из ваших каких-то семейных закромов получит приз, пригласительный билет на концерт Катерины Голицыной и Валерия Кураса, это 7 октября, ОДО. Ну что, говорим, вот люди, да, обращаются, кто к чаю с малиной, кто верит, кто не верит. Вот как вообще люди вас окружающие относят к тому, что вы вот, ну, чуть-чуть не такие, как они? Есть какие-то, не знаю, стычки, непонимания? А нас окружают люди такие же, как мы. Так, интересное мнение. По большей части. Так, так, так. А те, кто, ну, как вы говорите, не такие, как мы, если придерживаются такого понятия, то они к чему-то относятся с пониманием, к чему-то с недоверием, как и все остальные люди. Мы же не из другой планеты, мы... Ну, некоторым иногда так кажется, мне кажется. Ну, иногда так кажется, да. Сколько людей, столько и мнений, поэтому каждому... Вряд ли такого человека найдешь, с которым все были бы согласны. Ну, это да, нельзя всем нравиться, мы же не золотой рубль, как имеется такая вот интересная пословица, поговорка. Ну, хотелось бы спросить, Виктор, ну, вот люди к вам приходят, да, они с какими-то проблемами приходят, какими-то своими, не знаю, мыслями, чувствами. Есть ли те, которым помогло какое-то ваше назначение, кто действительно вот встал на путь истинный и излечился, не называя имена, фамилии, можно как-то вот сейчас статистику какую-то? Ну, конечно. Иначе, как бы я сейчас работал? Я практикую с 95-го года прошлого века. Реклама в основном только живая. Те люди, которым помогло, приводят новых людей. Поэтому ответственность высокая и требования, внутренние требования к своему качеству, к качеству своей работы соответствующие. Ну, что, давайте к ароматерапии перейдем. Как аюрведа завязана с ароматерапией? Дело в том, что ароматерапия очень помогает в аюрведе, это как одна часть аюрведа, очень помогает врачам, которые практикуют какие-то аюрведическим врачам какие-либо средства. Да. Ведь в ароматерапии также запахи приносят не меньше пользы, если это, естественно, натуральный, чем вкусы. Вкусы в еде, я имею в виду. Дело в том, что большую часть информации мы получаем через запах. Это уже современными учеными доказано, это так всегда был, так устроен организм. Ведь когда еда некачественная, мы ее понюхаем. Да, я это не буду есть. Да, я это есть не буду. Понятно, что пропало, допустим. Поэтому очень большой источник информации – это вот как раз наше обоняние. Потому что информация сразу идет в мозг, она идет без обработки, без каких-либо суждений, и так, каких-то предпринимаются меры, тут же информация идет в мозг, соответственно, мы получаем чистую информацию. Вот эфирные масла, они помогают справиться с каким-либо недугом тем же самым способом, только мы идем не через желудок, то есть идем через запах. Мы пойдем другим путем. Да, те же самые пряности там есть, те же самые лечебные травы, там, кедр, эвкалипт, точнее, деревья, значит, травы, тоже там есть можжевельник. Тоже дерево. Лаванда, ну так далее, все специи есть, корица. Ну и, соответственно, композиции какие-то составные уже, да? Да, безусловно. Ну, то есть у каждого масла есть свой спектр действий. Ну и, соответственно, вы какое-то тестирование, да, тоже проводите, прежде чем начать? А все очень просто. Какой запах человеку нравится, тот ему и будет полезен. Тот поможет ему лучше всего. Есть процедура аромодиагностики. И из предпочтенных масел составляется смесь или выбирается одно масло, которое является ведущим в курсе. Таким таким, да? А в каком комплексе используете масло? Массаж, да? Ингаляции какие-то, прием внутрь? Массаж, ингаляции, аромалампы, аромакулон, то есть когда всегда с собой эфирное масло. Дальше не все, а очень немногие, и это только по рекомендации врачей, внутрь прием. Но это крайне редко, это очень небольшое количество масла. Запомните мысль свою, Артемий. Давайте узнаем, кто нам позвонил. Добрый день, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Елена, вы хотите задать вопрос нашим гостям? Я хочу рассказать о своем нетрадиционном рецепте борьбы с простудой и гриппом. Давайте. В этот период я принимаю очень... кислоту. Еще раз повторите, пожалуйста, что-то проблема с телефонной связью. Прошу вас повторить. В осенний период я принимаю много продуктов, содержащих аскорбиновую кислоту. Ну, витамин С. Это какие, например? Да. Это плоды шиповника, лимоны, лимоны, очень много в облепихе аскорбиновой кислоты. Ну, это вы откуда-то узнали или на личном опыте сами как-то прониклись и прочувствовали? На личном опыте. Ну и как, помогает? Да, помогает. И еще обязательно зубчик чеснока каждый день съедать. Желательно на ночь, а не перед тем, как идти на работу. Что вы делаете с шиповником? Как вы его завариваете или что-то настаиваете? Расскажите. В домашний термос, значит, на литр воды я добавляю две столовые ложки шиповника. Заливаю горячий и пьете. И пьем, да. Понятно. Хорошо, спасибо. Принимается ваш такой интересный рецепт. Я с детства, вот помню, мама в термосе всегда уходила на работу, заварила мне шиповник, говорила, пей, пей, пей обязательно. Ну, вот как к витамину С? Да отлично. Кислый вкус содержит в себе огонь, огонь согревает. То есть, витамин С берем в борьбу. Берем. Понятно. Ну, что касается аромотерапии, если возвращаться, вы, друзья, по-прежнему звоните 202-11-22, ждем ваши рецепты. Аромотерапия лечит, помогает профилактика. Вот сейчас, допустим, что можете вы, как аромотерапевт, посоветовать людям, кто вот, ну, в сезон такой вот у нас неспокойный. Как правильно пользоваться аромолампой? Какие запахи, ароматы, как выбрать масло? Давайте как-то по очереди, Виктор, давайте с вас начнем. Давайте. Я бы посоветовал обжавестись аромотерапевтической аптечкой на этот период, да и круглый год, в общем, тоже полезно иметь масло чайного дерева, прекрасный иммуностимулятор, непосредственно воздействует на патогенные бактерии, патогенные на вирусы лучше действуют, масло эвкалипта, вот, смеси. Запоминаем, чайное дерево, эвкалипт, смесь для уха, горла, нос, да? Да, лор-смесь, в лор-смесь они входят, можно добавить чего-то хвойного туда. Артемий, что добавим еще? В аптечку добавим еще фенхель, в аптечку добавим цитрусовое что-нибудь, апельсин. Ну, это если на работе, да, поставить, чтобы тонизировало. Дома-то, наверное, апельсин уже перед сном. Да, тонизирует, придает настроение. Водителям вообще левзея, например, показано, потому что реакцию улучшает. Какая? Концентрация. Левзея. Левзея, запомните, друзья, то есть можно аромакулон, да, можно какую-то себе аромаштуку. Так, хорошо, мы пришли в аптеку, а как отличить натуральное эфирное масло от ненатурального? Понятно, что не только по цене, а еще как? Понюхать. Должно пройти, да, куда-то? Это самое надежное средство. А если не дают понюхать? Ну, не дают понюхать. В аптеке масло стоит столь недорого, что можно купить и понюхать дома. Потому что, я знаю, о чем Артемий хочет сказать, говорит. Он хочет сказать, что в аптеке профессиональное аромамасло... Не купить. Об этом я знаю даже. Не только Артемий. В нашей стране в основном не натуральные эфирные масла, но принято такой негласный закон, ну, по крайней мере, в нашей стране он негласный, что на натуральных эфирных маслах должно быть название этого растения на латыни. Вот. Это один из вариантов. Как концентрат, да, какой-то или что? Нет, 100% натуральное эфирное масло желательно, чтобы это стояло. если мы берем апельсин, да, допустим, баночка, коробочка, на ней написано апельсин, я не знаю, как по латыни будет, цитрус какой-нибудь, там что-то допустим, 100% или что? Главная надпись на латыни из того сырья, из которого сделано. Ну, понятно, подготовьтесь, друзья, перед тем, как идти в аптеку, посмотрите, просудируйте, как это все пишется, читается. Хорошо, купили мы масло, допустим, эвкалипта, или что там на работу, апельсинчик, что-то, как это разводить? Вот нам продали еще там керамическую или стеклянную аромалампу, что в нее туда, как? Вот у нас там, допустим, ну сколько, ну 16 метров квадратных офисов, ну вот наш кабинет, к примеру. Как рассчитывать? Аромалампы, они бывают разные, вкратце, они керамика, бывают еще металлические, стеклянные и каменные. Вот, в принципе, каменные, керамические, стеклянные подойдут, все остальные, там еще бывают даже пластмассовые, есть электронные, они не очень подходят, потому что масло все-таки контактирует с металлом и пластиком, не очень хорошо это будет. Самые идеальные, керамические, они полегче, они более прочные, вот, обязательно свечка должна быть. Ну, таблеточки, так называемые, свеча таблеточка. Да, они чайные называются, свечки, да. Где угодно можно купить. В целом набором иногда продаются. Ставим свечку, наливаем в аромалампу, обязательно наливаем воды, если у нас масло натуральное, то оно должно быть на воде. Покрыть сверху. Именно на воду мы капаем. Если мы накапаем без воды, соответственно, у нас просто при сгорании выделяются токсины. Ничего хорошего не получится. То есть обязательно следите за уровнем воды, чтобы не выкипел, так скажем, до конца не выдохлось. Что, друзья, давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как и можно сочетать и масла, и аэроведу, и стон-терапию. Может быть, для кого-то это покажется полезным. По-прежнему ждем ваши рецепты. 202, 11, 22. Ну и будем разыгрывать еще один индийский вопрос, ну и не совсем индийский подарок. Вячеслав Ольховский вас приглашает уже завтра в АДО. Так что дерзайте, не переключайтесь. Индийские традиции на страже нашего здоровья. Наука естественной жизни, наука здоровой жизни, аюрведа. Целый комплекс процедур и техник от физического воздействия до психотерапии. Среди них стон-терапия, столь популярная в последнее время. Оздоровить свой организм сегодня можно с помощью камней. И вот стон-терапия как раз является одной из составляющих мармотерапии. Это такого очень большого блока аюрведической медицины, в котором происходит очень глубокое и очень обширное общее воздействие на весь человеческий организм. Марина Лебедева занимается аюрведой уже более 20 лет. Она знает, организм единое целое. Все точки в нем неразрывно взаимосвязаны и произвольно пропускать отдельные участки нельзя. Перед стон-терапией необходимо проводить специальный аюрведический массаж. Он должен выполняться полностью по всей поверхности тела. Выполняется теми маслами, которые полностью сочетаются с человеческим организмом. Как известно, кожа – самый большой орган. Поэтому в аюрведе сказано, что ничего нельзя наносить на тело, кроме того, что мы могли бы съесть. Каждое движение в массаже отвечает за отдельные функции организма. Каждая точка тела, проекция внутреннего органа или важный энергетический источник. Только задействуя их все, можно достичь гармонии. Все проекции наших внутренних органов, наших систем выходят сюда, на ступни. поэтому мы не оставляем без внимания ни один сантиметр, ни один миллиметр, ни одну поверхность пальчиков, пяточек и полностью их активизируем. Мы приводим своего пациента в такое состояние, что он становится совершенно расслабленным. Он нам полностью доверил, перестал контролировать наши действия. Полностью отрелаксирован и сейчас готов для более глубокого воздействия при помощи камней. Камни должны быть предварительно разогреты до температуры 45 градусов. Выкладывать их надо также по определенным точкам. Глубокое тепло позволяет полностью расслабиться, но также происходит обмен минералами между телом и камнями. Камни бывают двух составов. Те, что темнее, в них преобладает кремний. Те, что более светлые, в них преобладает кальций. После процедуры пациента нужно оставить на некоторое время, чтобы он смог насладиться расслабляющим действием стон-терапии. Тепло его тела и камней объединится. Это нормализует его внутреннее состояние. Когда самый жар идет, это очень хорошо. Сразу вот этого идет такой релакс. Ну и дальше, когда они еще вступают, это уже не ощущается, потому что релакс глубокий. Когда приходит время это все снимать, как из какого-то сна, идет возвращение такого приятного. Аюрведа и стон-терапия не только массаж. Важно все. Аромат масел, специальная музыка, которые настроят на нужный лад. Самое главное настрой. Без него изменений произойти не может. Ну что, обещала я вам розыгрыш. Пожалуйста, давайте сейчас внимание на экран. Для вас прозвучит вопрос, который, мне кажется, кому-то принесет приятные эмоции. Вопрос. Кому посвящен сегодняшний национальный индийский праздник? Ганди Джаянти. Звоните 202 11 22. Получите приз на концерт Катерины Голицыной и Валерия Куроса. Ну а мы возвращаемся к маслам, к массажу. Вот если к массажу, для чего вообще может использоваться аюрведический массаж? Кому показан, кому противопоказан? Дело в том, что противопоказаний у данного вида массажа практически нет. А возраст? Возраст также. То есть аюрведа, она индивидуальна. То есть нет какой-то панацеи от всех болезней для всех людей. Есть показания, есть специалисты, которые этим занимаются, и индивидуально для каждого человека разрабатывается массаж, разрабатывается, если мы говорим о маслах, какие-либо масла, диета, мы ее тоже упоминали, все это разрабатывается индивидуально, строго индивидуально. То есть к вам можно прийти и сказать, вот допустим, я даже сейчас придумаю, ну человек плохо спит, к примеру, что можете посоветовать? То есть это какие-то действительно массажи, какие-то масла? Да, безусловно, есть масла успокаивающие, есть гармонизирующие. Человек спит, значит у него какая-то есть проблема, с которой нужно поработать. То есть в процессе разговора... А может быть это в голове? Безусловно. Может, условно. То есть это все как бы в комплексе, да? Или там ребенок плохо ест, или допустим мужчина не может бросить курить. Вот с этим аюрведой борется или это уже все тоже из головы? Аюрведа вообще очень мирная. Она ни с кем не борется. Она помогает человеку обрести свое естество. Санскритские слова они многозначны. И вот аюрведа в переводе как же это наука о жизни, наука о человеческом естестве, о естественной жизни, которая по заводским нашим настройкам на настоящий момент, на эту эпоху продолжительностью должна быть 120 лет и 5 дней. То есть мы вообще сейчас находимся на каком-то таком подростковом, да? Да. И вот прожить эти 120 лет в здоровье и в ясности ума планируете? Хотелось бы. Прикладываем усилия явно недостаточные, но все-таки лучше, чем. если бы эти кутили не прикладывать. А что вы едите? Вот Виктор мясо не ест? Молочно-растительную пищу. Что принесли? Давайте рассказывать. А то у нас совсем уж время немножко остается. Это то, чем вы питаетесь или это то, чем вы себя балуете? То, чем питаемся по праздникам. Почему? Ну, потому что мы принесли сладости, потому что это самые распространенные сладости халава. И могу сказать, с чего я сделала. Так, потом, потом звонок у нас есть сейчас. Продолжим обязательно. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктор. Виктор, очень приятно. Виктор, чем лечитесь, когда болеете, кроме таблеток, если лечитесь таблетками? Кроме таблеток, я очень люблю вот местные ягоды, фрукты и настои. То есть, все, что растет на нашей земле, все употребляете. Ладно. Нет у нас, к сожалению, времени, уже совсем пространно пускаться в какие-то рассуждения, поэтому прошу от вас коротко и ясно ответить мне, что же за индийский национальный такой очень масштабный праздник сегодня отмечается. Называется Ганди Джаянти. Кому посвящен? Это Каманчанг Ганди. Ганди, руководитель национального освободительного движения Индии. Ну что, засчитываем? Махатма Ганди, да, действительно, вы прям даже и антианглийские какие-то его вспомнили деятельности. Спасибо большое, вам достается этот приз. Ну а мы к вкусняшкам и сладостям возвращаемся. Вот мужчины, но тоже любят сладкое, что в принципе не редкость, наверное. Давайте с желтой мисточки начнем. Выглядит как какой-то плов, если честно, издалека. Я напомню, халава называется, там манка, молоко и, соответственно, сахар и орехи, изюм. Так. Вот. Все очень вкусно, делается быстро. И, главное, питательно. И орехи, и все это как бы вкусно. Очень сытно. Удивительную смесь курага, чернослив, орехи, что-то там такое перемешивало. Остается прям буквально секундочки, а это что такое? Это бурфи, ну по-нашему можно назвать ее помадкой. Там молоко, из которого вываривается вода, очень долго делается, но зато очень вкусная вещь. Ага, ну мы попробуем, попробуем, и обязательно, друзья мои. Ну что, кому отдадим приз-то за лучший рецепт? Витамин С? Витамин С. Витамин С у нас сегодня побеждается. Ну что ж, это здорово. Спасибо, что были с нами, спасибо, что звонили. Тема это будем продолжать, развивать, и ваши рецепты, конечно, еще услышим. До встречи. Не болейте. Рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-рецепт-р